МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе мы – сила, как орловчане отметили День России. Авария под Тулой, комфорт для школьников, строительство ПАПов, итоги аппаратного совещания в администрации региона. Кладка кирпичная потрескалась, соответственно, штукатурка тоже. Вне внимания или равнодушия, памятник воинской слабы в Знаменском районе превратился в руины. Генеральный партнер главных новостей – ПАО «Орелстрой». Прошедшая неделя была насыщена яркими событиями. Одно из центральных – открытие уникального духовного православного центра в поселке Вятский посад Орловского района. Он возведен по благословению духовника, святейшего патриарха московского и всеяруси Кирилла, схерхи Мандрита Илья. Православный комплекс по праву называют визитной карточкой региона. О том, как прошло открытие, о гостях, приехавших в регион, смотрите прямо сейчас. 9 июня 2017 года. Нет сомнений, эта дата войдет в историю Орловщины и страны. В поселке Вятский посад Орловского района открыт уникальный православный комплекс. Мы видели, что стройка грандиозная, но представить себе, что за неполный год после моего предыдущего посещения это все будет завершено и введено в строй, было очень сложно, практически невозможно поверить. Но это сделано. Это сделано, я думаю, что это сделано не без Божьей помощи, но при этом у каждого подвига есть фамилия, имя, отчество. Поэтому вот точно есть люди, по главе с губернатором, безусловно, которые решили это сделать. Не согреться в пути, а именно сделать. И вот завершить эту замечательную стройку. В истории храма есть один примечательный факт. Возведение благословил схиархимандрит Илей. Первый молебен на строительство храма Сретения Господня был совершен в 2014 году. Активная фаза работ началась в 2015. Летом 2016-го купола и колокола храма совесил Святейший Патриарх Московский и всеярусик Кирилл. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Почетные гости, а среди них министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный директор госкорпорации «Растех» Сергей Чемизов, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Николай Всиенко, писатель Александр Параханов, депутат Госдумы Российской Федерации Николай Ковалев, констатировали, комплекс станет центром православной жизни Орловской области. Великолепное место, куда точно будут приходить паломники, действительно, не только из Орловской области. Я в этом убежденный, свидетельством там являются уже сегодняшние гости. Вы посмотрите, сколько людей православной веры приехали, несмотря на погоду. Батюшка Илья обратился к нам с просьбой поддержать этот проект. Мы со всей душой откликнулись. И, конечно, сегодня очень приятно видеть результаты такой работы людей, которые здесь вложили душу. Самое главное, что это не только возрождение духовных православных традиций, это возрождение еще и ремесел. Православный комплекс возводили всем миром. Приветствую гостей и участников, Вадим Потомский поблагодарил всех, кто внес свою лепту словом и делом. Я очень благодарю всех тех, кто оказал содействие в строительстве этого, я считаю, уникального православного комплекса у нас на Орловщине. Немного, наверное, в России есть таких мест, но я убежден, что из года в год они будут появляться, потому что есть серьезная поддержка, есть серьезная необходимость строить такие православные центры. На все строительство ушло один год и семь месяцев. Тогда патриарх нас благословил, и благодаря его благословлению, благодаря святым молитвам отца Илья, благодаря которому вообще зародилась эта идея еще в 2013 году, сегодня построен этот православный центр. Я хочу пожелать вам всем здоровья. Здоровья во всех ипостасях этого слова. Здоровье физическое невозможно без здоровья духовного. Это тот остов, который формирует организм человека, личность человека с раннего-раннего детства и даже с беременности мамы вынашивающей человека. Самый большой религиозный объект региона занимает площадь в 5 гектаров. Миссию Экскурс-собода взял на себя губернатор Вадим Потомский. Глава Орловщины здесь знает все до мелочей. Губернатор лично контролировал все моменты строительства. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областный. Орловскому району исполнилось 89 лет. Праздничные торжества прошли в поселке Белоберезовском. Здесь были соревнования, конкурсы на лучшее подворье и концерт. Бывший глава Владимир Логвинов получил звание почетного жителя Орловского района. Виктория Яркова обо всем порядку. Ирина Киселева очень любит сыр, а покупной ей не нравится. Именно поэтому жительница Орловского района решила заняться сыроварением. Теперь ее продукт знают все в округе. Я за эко-продукты. Сама себе варю, народ угощаю. Жители Неполотского сельского поселения презентовали свою сырную деревню. Тесто для будущей стрипни раскатывали юные поварят Орловского района. И сыр, и сыр. Сыр сначала. Ну, его тертирают на терке и в тесто, и запекают. Городское поселение Знаменка, щедрый край, гостеприимные россияночки, брачна. Такими названиями пестрила выставка подворий Орловского района на 89-м дне рождения. В некоторые заглянул губернатор Орловской области Вадим Потомский. Вместе с председателем облсовета он отведал каши, а после послушал частушки в исполнении юных мастеров. День России, день района, мы привыкли отмечать. Нас, волновских армаристов, пригласили поиграть. Конкурсную программу празднования Дня Орловского района подготовил Орловский городской культурно-досуговый центр. На разных площадках его артисты веселили и забавляли приехавших на праздник гостей. Я люблю тебя, Россия, дорога наша. День рождения Орловского района провели накануне празднования Дня России, поэтому со сцены все чаще звучали патриотические нотки. Район показывает одни из лучших показателей в Орловской области и по многим показателям обижает другие районы Российской Федерации. Только по росту агропромышленного комплекса больше 10% за 2016 год. Урожайность 174 тысячи тонн. Не меньше пообещали собрать и в году 2017. Люди труда, от которых зависит такой результат, уже традиционно получили благодарность в день рождения районам. Губернатор Орловской области Вадим Потомский пообещал к 90-летнему юбилею Орловскому району преподнести особые подарки. Вот что обычно просят? Дороги, да, чтобы лучше дороги. Вопрос с водой. Мы с Юрием Николаевичем обсудим. Один из самых сильных глав в области. Очень хорошо знает район, тонко знает его проблематику. И в 2018 году Орловскому району по случаю праздника уделим большее внимание, учитывая то, что у нас есть такая традиция. Кстати, один из подарков район уже получил 9 июня. В поселке Вятский Посад был открыт православный комплекс. Строили его почти два года. Событие вошло в разряд исторических. Но району есть куда развиваться. Проблемы ЖКХ, проблемы водоснабжения, водоотведения. Но все эти проблемы с поддержкой правительства мы решаем. И я благодарен губернатору за то, что он поддержал нашу инициативу по строительству теплых туалетов. И в этом году из 10, 6 мы уже сделаем. Сегодня мы смотрим на мотивную законодательную базу для того, чтобы наши районы могли развиваться. Это прежде всего законы об инновационной деятельности. Инновационная деятельность привлекательна для взрослых. А подрастающему поколению на праздники Орловского района показалась интересной, к примеру, выставка оружия. Мальчишек от этой тематической площадки было не оторвать. Прицел такой классный. В общем, оружие классное. Мы представили выставку оружия, начиная с Первой мировой и до современности. То есть здесь есть и трехлинейка, здесь есть и пулемет Калашникова, и пистолеты, ТТ, наган, револьвер системы наган. Заряжается это хорошо и плавно. И по форме мне она нравится. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. В шествии в честь Дня России приняли участие более пяти тысяч орловчан. Триколор несли несколько десятков горожан, остальные шли в колонию от сквера Ермолова до площади Ленина. Возглавлял шествие оркестр Академии ФСО. По традиции в одной колонии с горожанами шел и губернатор Орловской области Вадим Потомский. Я всех хочу поздравить с этим светлым праздником. Видите, какой день. Солнце, погода шикарная. Самое главное всем здоровья, любви, удачи, в делах, в начинаниях. И мирного неба над головой. Для нас это очень важно. Это самое главное. Когда нет войны, когда нет стрельбы, когда где не убивают, а все остальные преодолеем. Любые сложности. Впервые в одной колонии в этом году шли представители свыше 30 народностей. Парад дружбы народов прошел второй раз в нашей стране. И впервые в Орле. День России в областном центре получился спортивным. Семьи участвовали в фестивале «Восемья», который прошел в Орле уже в третий раз. Какими еще событиями был насыщен день 12 июня, расскажет моя коллега Виктория Юркова. В здоровом теле дух здоровый. Следовали этому постулату и орловчане. Утро дня России началось на стадионе имени Ленина. Здесь открылись слегкаатлетические соревнования. Участникам предстояло удовольствие ради побегать по стадиону на протяжении 60 минут. Судьи считали количество кругов. И все это посвятили празднованию Дня России. Кстати, 12 июня в этом году выдалось на редкой спортивном. В городском парке культуры и отдыха устроили целый фестиваль, название которому «Восемья». Семейное мероприятие прошло в областной столице уже в третий раз. Здесь же чествовали победители конкурса на лучшую детскую коляску. Семья – это самое главное, что есть у человека. И я очень рада, что в нашем городе есть действительно такие семьи, на которых можно равняться. И хочется, чтобы таких семей было как можно больше. Разглядеть сильных духом можно было в День России на главной городской площади. Здесь ровно в час дня взяли старт велосипедисты. Соревнования опять же посвятили празднованию самого патриотического праздника. И хотя велосипедная гонка «Критериум» была не на большое расстояние, преодолеть его из-за кольцевого движения оказалось непросто. Виктория Юркова, Андрей Борискин, Владимир Ноздрачев. Телеканал «Первый областной». Более подробно о том, как прошел в областном центре День России, мы расскажем в специальном репортаже. Он выйдет в вечернем эфире «Первого областного». А далее реклама. Не переключайтесь. Партнер главных новостей АО «Орелстройиндустрия». По сообщению федеральных СМИ в Тульской области проводится проверка по факту аварии, в которой погибли пять человек. Среди них орловчане. На аппаратном совещании в администрации региона губернатор Вадим Потомский обратился к участникам дорожного движения. Наталья Пехтерева продолжит тему. Эти кадры – место трагедии, снятые нашими тульскими коллегами. Страшное ДТП с участием орловского автомобиля на трассе «Крым-2» в Чернском районе произошло 12 июня. Две машины столкнулись лоб в лоб. Погибли пять человек. Среди них – орловчане. На аппаратном совещании в администрации региона губернатор Орловской области Вадим Потомский обратился к участникам дорожного движения. «Обращаясь к жителям региона, к водителям, любителям лихой езды, надо все-таки быть поаккуратнее. Погода, видите, какая вроде как и лето, середина июня, дожди, погода никак не налаживается, очень много осадков. Надо подумать, какие мы дополнительно можем еще меры принимать». Далее перечень поручений, которые касались плановых вопросов. Зампред Сергей Филатов проинформировал о ходе реализации межведомственной инвестиционной программы развития и укрепления социальной и инженерной инфраструктуры. «Планируется провести работы по капитальному ремонту, включая разработку сметной документации в 26 бюджетных учреждениях Орловской области, в том числе 19 учреждениях здравоохранения и 5 учреждениях образования. Всего на сумму 138,4 миллиона рублей». Речь зашла и о строительстве теплых станузлов в сельских школах. Губернатор Вадим Потомский потребовал принять все меры для скорейшего решения. «Две недели назад был откорректирован список теплых туалетов, которые планируются к реализации в текущем году. На сегодняшний момент на четыре теплых туалета проектно-смертная документация имеется. И до 15 июня... «Скажите, пожалуйста, а что это такое грандиозное сооружение, на которое так долго делается проектно-смертная документация? Кто ее делает вообще?» «Ее делают муниципальное образование. А в середине июля будут проведены аукционы». «Я надеюсь, здесь никаких сложностей не будет. Даже с погодными условиями можно будет спокойно их строить. Потому что здесь как бы не влияет, Татьяна Анатольевна. Вы тоже берите себе этот вопрос на контроль, потому что это ваше ведомство». В Орловской области планируется построить 50 ФАПов. Напомним, в минувшем году губернатор Орловщины Вадим Потомский дал поручение разработать программу строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Главная задача – улучшить качество медицинского обслуживания на селе. «Мне про срыв, не надо здесь ничего рассказывать. Я про эти туалеты и про эти ФАПы своими разговаривающими в прошлом году начинал. У вас же 50 раз все должно было быть готово. Вы должны были докладывать сегодня, что там-то, там-то идет стройка, а не то, что там не готова проекта смертная документация. Я вам по этим ФАПам сказал, послушайте, типовые проекты существуют давным-давно в Российской Федерации. Огромное количество компаний, которые способны выполнить типовые проекты. Ваша задача была найти место с неудаленной инфраструктурой, чтобы можно было привязать сети. ХВС, ГВС, канализование и все. Электричество и по возможности, если там, газ. Да не по возможности, а желательно. Мы достаточно газифицированный регион. Почему так долго все выбирается? Какой смысл-то в этом? Это же элементарные, ну что, это же самые наипростейшие стройки. При нормальном раскладе любая, более-менее справляющаяся с вами задачами строительная компания, задачи выполнены за 2-3 месяца. Тем более, они типовые, они собираются как лего, там ничего мудрить-то не надо. Там эти бригады руки набили. И я убежден, что эти бригады здесь, сельско-нарловщик, и они способны это сделать. Еще одна тема – выполнение плана мероприятий в рамках Года экологии, которым объявлен 2017. Выявлено 94 нарушения законодательства и привлечено к административной ответственности 81 лицо. Выдано 19 предписаний об устранении выявленных нарушений. Наложен штраф на сумму более 530 тысяч рублей. Я просил бы городские власти внимательно посмотреть на ситуацию, которая сложилась в скверах и парках Андрея Ивановича. Потому что после массовых гуляний, праздников и так далее, парки и скверы захламлены. Это первый момент. Второй момент – набережная. Несмотря на то, что мы ее частично сделали, но зарастает она, особенно вдоль этих берегов. Надо подумать, что с этим делать. Напомним, на минувшей неделе губернатор Вадим Потомский принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО в Москве. Орловщину называли среди лидеров советник президента Российской Федерации Герман Клименко, министр Сергей Донской, а также полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов. Орловская область отмечена в 4 регионов с наименьшим объемом выпаса в атмосферу загрязняющих веществ от стандартных источников. В рамках года экологии в России общий объем финансирования проектов превышает 390 миллиардов рублей. В общероссийском плане более 230 мероприятий. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернауск, Казтелеканал, Первый областной. Ректор Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала Первый областной. Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов в четверг, 15 июня. Вопросы можно задавать по телефону 76 10 28, а также заранее присылать на электронную почту Первого областного портала новостей. В Орловской области обсудили тему межнациональных отношений. Во встрече приняли участие члены регионального правительства, представители системы образования региона, а также представители общественных объединений и национально-культурных автономий. Расширенное заседание Координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений провел Вадим Патномский. Добиваясь укрепления межнационального согласия, мы уделяем особое внимание воспитательной работе с молодежью. Необходимо шире привлекать к ней учителей и преподавателей общественной организации. Воспитывать уважение в своей культуре, к традициям людей, которые живут рядом. Также речь шла о работе учреждений образования в области укрепления межнациональных отношений. В настоящее время в нашем регионе обучается более 2000 иностранных граждан. Безусловно, сегодня конструктивные и ответственные гражданские организации, а у нас таких большинство, отдают отчет в важности работы по нравственно-патриотическому воспитанию наших юношей и девушек. Воспитанию в них высокой гражданственности, любви к родине. Особое место в этой работе – это сохранение того богатого духовного и нравственного наследия, которое русские братские ему народы вынесли из глубины тысячелетней истории России. Напомним, что самые актуальные новости нашего региона всегда можно услышать в эфире «Экспресс-Радио Орел». Выпуски новостей выходят каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера по будням. Они отвоевывали каждый клочок Орловской земли. И вот им награда – заброшенное захоронение погибших воинов. Герой нашего следующего сюжета долго искал, где похоронен его дед, погибший во время освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Когда же приехал на это место, был сильно разочарован. Анна Маричева расскажет подробнее. Евгений Терехов со своим отцом давно искали деда Михаила Терехова, погибшего во время Великой Отечественной войны. Ему было всего 17 лет. Родился Михаил Данилович в Орловской области, в деревне Старогнездилово. В 40-м году вместе с родителями и сестрами переехал в Тюменскую область. Там Михаил и пошел добровольцем на войну. Служил в гвардейской армии. Армия была сформирована в Москве в 41-м году. Михаил писал письма своим родным. Их с тех пор сохранила его сестра. Все это прочитывалось с цензурой военной. Поэтому, чтобы, как говорится, секретная информация, где находились войска, не попала к немцам, потому что могли прочитать. Вот даже обратите внимание, он пишет. На Орел идем и Брянск. Видите, затерто. 13 июня переехали опять на передовую. Будем идти на Орел и Брянском направлении. А сейчас стоим от немца 300 метров. Но не знаю, когда пойдем на наступление. А сейчас копаем окопы ночью. Потому что немец от нас очень близко. Волею судьбы Михаил снова оказался на малой родине. Его армию направили отвоевывать Орловскую область. Там 10 июля Михаил пишет свое, как оказалось, последнее письмо. Я вам, может, пишу последнее письмо. Потому что идем в наступление на свой родимый прежний дом. С 12 июля началось наступление. Михаил погиб 18 июля, чуть не дойдя до своего родного дома. Родителям пришла похоронка. Там было написано, что он похоронен в деревне Рогозино Верховского района. Поэтому Евгений поиски деда начал оттуда. Поехали по адресу. Проехали пять захоронений братских. Нигде не было имени погибшего деда. А потом уже залез в интернет, на сайте. Высветились потери боевые за 43-й год. Начал смотреть и там нашел фамилию и имя своего деда. Оказалось, Михаил Терехов захоронен не в Верховском районе, а в Знаменском, в деревне Булгакова. Евгений отправился туда, но столкнулся с еще одной большой проблемой. Мы уткнулись, уже некуда ехать, дорога кончилась. Человек подсказал, где находится хоронение. Пошли пешком. Ну и, конечно, расстроились очень, разочаровались. Дорога к памятнику сильно заросла бурьяном. Кроме того, путь превратился в болотистую колею. Евгений инвалид первой группы. У него нет двух ног и руки. Добираться по такому пути, чтобы увидеть могилку деда, слишком проблематично. Вот в этом месте заканчивается нормальная дорога. Чтобы дальше пройти к памятнику, нужно пройти через эту тоненькую дорожку. Главное, чтобы земля не обвалилась. И перебраться на другую сторону, сквозь заросли. Вот так приходится добираться. Мне инвалидную первой группы на могилу к своему деду. На то, как перебирается по этому участку человек, больно смотреть. Больно и понимать, что это дорога к захоронению, где лежат бойцы, умершие за нас, за свободу нашей страны. Дальше не лучше. Сам памятник в ужаснейшем состоянии. На плитах некоторые имена не прочесть. Многие фамилии написаны с ошибками. Да, именно на этом месте похоронен 17-летний Терехов Михаил Данилович. Или, как написано здесь, Данолович. Тот самый солдат, который, как и остальные здесь, не боялся умереть. Потому что знал, что его смерть приближает победу. Шество над захоронением ведет глотовское сельское поселение. Оказывается, как сообщил нам глава сельского поселения, к памятнику есть и другие пути. Да, действительно, вы видели, там переезда нет. Он был когда-то, да. Там и бобры раскопали, и потом половодья. Но, я говорю, у меня, допустим, нет ни техники, ни средств, ни возможностей. Но там есть, которые, я говорю, пути с асфальта прям. Там ни одной лужи даже нет. В администрации уверяют, если люди хотят посетить захоронение, можно смело к ним обратиться. Сотрудники покажут другой путь, даже отвезут на место. Денежки будут, да. И, наверное, через полгода, если бы вы с вами встретились, мне вообще планируют заменить полностью все. И плиты, и ограду, и стелу. Анна Маричева, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». 11 июня работники легкой текстильной промышленности отметили свой профессиональный праздник. Коллектив челочно-носочной фабрики «Гамма» принимал поздравления от своего директора. Праздник начался с вынужденных каникул. Они продлятся три недели. Простой является сезонным и бывает на фабрике каждый год. Напомним, «Гамма», которой уже больше 80 лет, известна на всю Россию. Мы торгуем везде, от Калининграда до Владивостока. И в Крыму торгуем. Единственные, кстати, в России. Из российских поставщиков там работаем. Трем сотрудникам «Орловской фабрики» было присвоено звание заслуженного работника легкой промышленности. Остальные получили грамоты от Министерства промышленности и торговли. На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 76 10 28 и 508 088. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Всегда хорошие новости с кофе Либо. Попробуй вкус трех континентов. Пау Орел Строй и Сбербанк представляют специальную летнюю акцию. Ипотека от 8%. Да-да, теперь вы можете купить квартиру с отделкой под ключ поставки от 8%. 63 30 26 63 30 26 Задумал стройку? Не знаешь, с чего начать? Орел Строй Индустрия предлагает полный спектр бетонных изделий. Более 500 наименований типовых конструкций, а также конструкции по индивидуальным чертежам. Орел Строй Индустрия. С нами любая стройка будет вам по плечу. Наш адрес. Город Орел. Крамское шоссе 21. Телефон 72 20 21. Цветочная мастерская «Флауэр Катрин» предлагает полный спектр флористических услуг. Комсомольская 66. Цокольный этаж. Живете в мечтах об отпуске? Все, что нужно для отдыха, вы найдете в супермаркете «Порядок». Бассейн 1999 рублей. Кресло складное 1499 рублей. Фендорожный 299,90. Супермаркет «Порядок». Сравните наши цены. Подпишитесь на газету «Орловская правда» и получите суперприз. Путевку по «Золотому кольцу России» от туристического агентства «Жемчужина», а также другие призы. Первый раз поучаствовала в такой акции и сразу выиграла. Это прекрасно. А со временем она станет для Николая Шоу. 24 июня в 14 часов в торговом центре «Малиновая вода» состоится традиционная акция среди подписчиков «Орловской правды». Для участия пришлите копию подписного абонемента в редакцию и приходите на акцию. Желаем удачи! Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Лето совсем не балует нас жаркими деньками, а все больше прохладными и дождливыми. Не забывайте дома ветровки и зонтики. Генеральный партнер прогноза погоды – Дмитровский мясоперерабатывающий комплекс. Вся продукция известной торговой марки «Дымка». Дымка – чудесное мясо, отличный вкус. Кофе «Либо» поднимет вам настроение в любую погоду. Попробуйте вкус трех континентов с кофе «Либо». И к прогнозу. В Анцинске переменная облачность и дожди. Температура воздуха плюс 16, к ночи только 13 градусов тепла. В Ливнах плюс 17 и дожди, но с прояснениями ночи плюс 12. В Болхове, несмотря на дожди, временами выглянет солнце. Температура плюс 15, к вечеру похолодает незначительно, плюс 13. В Орле в среду будет проглядывать солнце, но в основном дожди. Температура воздуха днем плюс 16, ночи плюс 13. Ветер северо-западный порывистый до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Вы смотрели прогноз погоды на среду. Будьте с нами на Первом областном. Наши партнеры. Турагентству «Мечта» доверяют, а оно становится еще лучше. С мечтой ваш отдых в надежных руках. Осуществляйте мечты о жарком лете с турагентством «Мечта». Магазин финской одежды «Марита» предлагает большой выбор женской одежды любых размеров от производителей Финляндии, Германии и России. Магазин «Марита» делая выбор, открывай новое. Книжно-канцелярская компания «Оптимист» объявляет мега-акцию с 1 мая и до конца сентября. А уже 30 сентября будут разыграны 28 супер-призов. Один из счастливчиков станет обладателем автомобиля «Лада Гранта». Советуем смотреть на капризы погоды с оптимизмом. Ведь впереди еще целое лето. До скорых встреч! Дмитровский мясоперерабатывающий комплекс предлагает качественную продукцию собственного производства, соответствующую госстандарту. Более 100 видов колбас, деликатесы, пельмени, котлеты, изделия из мяса. Вся продукция известной торговой марки «Дымка». Порадуйте себя и своих близких. Мы рады видеть вас среди наших покупателей. «Дымка» – чудесное мясо, отличный вкус. Турагентство «Мечта». Мы с вами уже 12 лет. Нам доверяют, и мы стараемся стать еще лучше. Спасибо, что вы с нами. Ваш отдых в надежных руках. Наш телефон – 717551. Мечты о жарком лете осуществит турагентство «Мечта». Магазин финской одежды «Марита» предлагает вам большой выбор женской одежды любых размеров от производителей Финляндии, Германии, России. Мы ждем вас ежедневно с 10 до 22 часов в здании универмага. Центральный вход, второй этаж налево. Грандиозная акция от «Оптимиста» с 1 мая по 30 сентября. Соверши покупку в магазинах сети «Оптимист» и участвуй в розыгрыше множества призов. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта».